все похолодало дело все равно идет к весне такой солнечный сегодня у нас день хороший небо опять чистое такое я иду мне нужно сегодня сделать несколько дел в обед я сейчас вышел магазин сходить и кое-куда еще ну в общем здесь по району и без машины поэтому первую очередь я тоже хочу присоединиться сегодня международный женский день я хочу поздравить всех девочек девушек женщин бабушек тетик 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 в общем всех тех и кто нас поздравил с международным мужским днем 23 февраля да ну в общем с мужским днем на вот всем спасибо аливерды тем кто нас поздравил даже тем кто нас не поздравил тоже да что такое желаю всем женщинам настоящего женского счастья любви взаимной чтобы у ваших ног всегда были цветы независимости от какого-то праздника либо события чтобы ваш дом был всегда наполнен добротой любовью взаимопониманием ну и еще раз повторюсь настоящего женского счастья вам иду сейчас мне тут надо вот дом золотовского мне нужно сюда поэтому тут у нас раньше такой хороший магазин ткани был сейчас его что-то тут сломали разобрали но не магазина как какой-то типа склада был советское время а потом здесь открыли магазин ткани сейчас типа паспорт объекта капитальный ремонт здания уже капитальный ремонт здания просто снесли там даже витью просто не стен не потолка ничего нет на ту сторону видно церковь которая мы проходим когда около яуза гуляем сайте снесли к чертовой матери все и типа это называется реконструкция но неважно рабочий колхозница с другой стороны проспекта мира мы здесь с вами но вы мы-то были вы вы здесь не были со стороны дома желтовского про которого вам рассказывал на той стороне находится стоянка нам чтобы попасть мы идем вот по улице бориса галушкина вот там проходим и вот со стороны в рабочий колхозницы идем вот поэтому в общем действительно весна такая затяжная соглашусь с вами что многие написали что весна будет затяжная поэтому пасха позднее но все-таки будем надеяться что вот сейчас холода опять наступили это скажем ночью там минус 5 минус 10 а днем все-таки хоть солнышко вот такое вот светит то на улице весна да мне кстати тут обращаю внимание что некоторые блогеры которые находятся не в москве например каких-то глубинках и они говорят что как будто бы не в двадцать первом веке живем все обращают внимание пальцами тыкают что я снимаю там видео меня все идут вот я сейчас и душу дорогу переходил переключал камеру так там вот семья их шла женщина с двумя детьми так они аж проводят на меня пальцами я иду так вот сути над рукой все же в москве то есть так знаете глубин как то тем более хотя я не знаю вот я где-то вперми ходил снимал но редко конечно такое бывает потому что уже мне кажется сейчас кто не ведет блоги и кажется с каждого 2 и свой канал о чем-нибудь о ком-нибудь либо есть мысль чтобы открыть этот канал ну вот кстати хотел показать вам дома-то золотовского вот он видите такой просто простенький это наши дать и ташка вот так что вот извините что вчера не было видео и в общем все кто подписан на телеграм-канал да кстати подписывайтесь ссылка на телеграм-канал он яндекс джен есть в описании под каждым видео то в телеграм-канале там видео выходят вообще как бы здесь и сейчас и ребята девчата знает что с нами происходит почему у нас видео не выходит либо там еще что то то есть там более информация которая присутствует практически оффлайн онлайн онлайн ютубе все таки иногда видео выходят задержкой когда в два дня когда в три дня по разному может быть прям честно сердечно и правду групп этому контент отличаются яндекс джен тоже подписывайтесь там совершенно другой канал контент там записи которые были с прошлых лет и там можно увидеть где он путешествовали когда путешествовали давно и где мы там были где путешествовали что готовили общем ребят давайте подписывайтесь сейчас я с вами еще зайду одно место и включусь пенова но это раньше помните вот говорили коммуны водка пожалуйста здание коммуны здесь раньше жили сейчас это офисное здание кафешка тут на первом этаже куда мне надо было зайти и по поводу хотел сказать яндекс джена написали комментарий там что кто-то один написал как девушка честно говоря уже не помню извиняйте что яндекс джен не нравится и многим не нравится и так далее и тому подобное я хочу сказать здесь вопрос нравится не нравится спимая красавица помните какой там говорили дмитрий анатольевич медведев либо кто-то акдаст эти пашу недавно говорит что опять увидел сейчас машину мы здесь как-то переобували ее что скоро уже весна что нужно будет машина уже обратно на летний сезон перебывать вот так вот по поводу значит нравится не правит спимая красавица он медведев что ли так говорил его коронные фразы типа денег нет но вы держитесь это дело вкуса яндекс джен да для меня он тоже неудобный и дело привычки потому что мы конечно все с вами подсажены давно на youtube youtube это такое дело да то есть тоже знаешь его навигацию куда что нажимать где писать комментарии где лайки поставить где там еще что-то как поиск там финала накрутить если автор то тоже это удобно там тоже привыкаешь к этому к этой сети потом появляется например яндекс дэн да я в яндекс дэн тоже особо ничего не понимаю и действительно он мне нравится менее чем например youtube а всего хуже мне кажется коммуникациях в навигации в удобстве это вот этот наш рутуб который вообще просто невероятно неудобный это тоже самое как например вот кто первый во что был подсажен например первую страницу вы открыли себя в социальных сетях вконтакте да и вы там пользовались вы точно также знаете вашу навигацию вы точно знаете где там музыка где социальные сети какие-то там дополнительные можно подсоединить дочерние до контакта инициативу всякие вот эти вот гаджеты которые там есть потом вы подключаетесь например к одноклассникам и вам уже кажется одноклассники неудобно вот уже так же как мне одноклассники кажется неудобными потому что я к ним к ним присоединился после контакта и мне там было неудобно иующему тек у кого был первых одноклассники тому не нравится контакт у кого пера был контакт домой не нравятся одноклассники а кому-то и нравится и одноклассники и не нравится и контакт потому что они привыкли быть фейсбуке вот Поэтому тут тоже самое Про социальные сети Которые Ну Кому как понравилось Кто куда Первый зашел Также и вот эти все приложения Я просто увидел эту женщину Она тут всех Баллончиками брызжет Вот Поэтому Ютуб это Ютуб Контакт это Контакт Там тоже есть видео можно выкладывать Все остальное Яндекс Дзен это Яндекс Дзен Здесь просто дело привычки Но Вы же должны тоже понимать Что я же тоже канал Да контент и все остальное Не только на одной платформе Которая для русских блогеров Сейчас она вообще никакая Ну и по крайней мере где-то пробовать куда-то Заливать видео еще Яндекс Дзен там не знаю На Рутуб Вот на Рутуб я закидывал Но там вообще подписчики не добавляются И просмотров что-то мало Ну какая-то там муть такая Что в принципе В принципе-то и в этом тоже Яндекс Дзене Но по крайней мере Яндекс Дзен Так скажем На втором месте после Ютуба Поэтому Рутуб мы забросили А Яндекс Дзен все-таки Стараемся немножко как-то продвигать Заливать туда видосы И как-то И как-то так скажем Взаимодействовать с этой платформой Поэтому Там что вам только нужно Зайти подписаться И смотрите видео Комментарии писать Там в принципе похоже Все точно так же как и в Ютубе Возвращаюсь обратно домой Вот тоже шары выставили Видите стоят курят Лучше бы курить бы бросили И камеру бы в руки взяли Вот Возвращаюсь обратно По этой же тропиночке Вот Ну и всех девушек Женщин Поздравляю С 8 марта Женского счастья Солнечных дней побольше Вот Видите Поменьше разочарований И все Жду на деревья Смотрю Когда уже почки начнут Набухать Ну и все рано Конечно Снега много Думал Сейчас я тут по магазинам Быстро скажу И Там с вами уже дома включусь И вспомнил Что мне нужно еще идти на почту Анжелика С Беларуси Отправила нам же подарки Для розыгрыша Вот Поэтому я сейчас иду за ними И Мы хотели провести розыгрыш Сегодня 8 числа Да Наградить наших победителей Наших постоянных зрителей В общем Продумать всю эту систему Хочу сразу извиниться Что Чуть сделаем это позже Потому что сейчас Вот я иду только за посылкой Ирина Ирина там что-то малого Пыталась Беретать там Какие-то подарки Но к сожалению Не у меня нет времени Ирине позвонить Написать И с Ириной встретиться Поэтому Ирина Извини что так получается Но обязательно мы это сделаем Встретимся Ирина Потому что тоже хотела Какие-то свои подарки Дать Чтобы мы это все Как-то разыграли Как-то в общем Чтобы это все произошло Достойно Что еще Почему не будет розыгрышей Почему мы так скажем Его передвинули Об этом опять же повторюсь Знают зрители Телеграм-канала В ютубе Я об этом говорить не буду Потому что Контент должен отличаться И что Тем кому интересно Что и как происходит И почему и где Потому что здесь не все Да Я выставляю Поэтому Контенты разные И приглашаю всех Подписываться В телеграм-канал Там кто подписан Все знают Вот Поэтому короче Сдвинулись Вот эти все Истории с розыгрышами Чуть будут позже Поэтому извиняйте Белпошта В общем Все получил Все получил Веронике Нужно будет сейчас Отписаться Мы с ней Договаривались Спасибо еще раз большое Что Недавно только сделали Смотрите В том году По-моему почту открыли Все До свидания Мне нравятся Вот такие вот эти Как называется Для инвалидов Пандусы Откуда началось И чем закончилось Непонятно Самое главное Что сделать Сфотографировали И отчитались А вот тут вообще И недавно только сделали Они вот эту Переграду Вот эту Вот Потому что Можно было выйти Вот этой лестнице Была И вот этой Перила Вот этого не было То есть можно было Спокойно вот сюда Уйти И вот туда Ковыркнуться Вот это конечно Да Трэш Так вот у нас делают Все Вероничке Огромнейшее спасибо Что предоставила Такие подарки Ну естественно Мы не все Сразу разыграем Придумаем Сколько там призов Какой-то приз Возьмем от Вероники Какой-то приз От Ирины Возьмем Если я дойду До Ирины Все-таки мы встретимся Ну будем надеяться Что все состоится Ну и Естественно От нас какие-то призы Вот И как-то мы Просто потом Приведем это В какой-то график И будем Разыгрывать там Либо раз в месяц Либо два раза в месяц Чтобы стимулировать Скажем Наших зрителей Спасибо еще раз большое Вероничка Вот уже получил Сейчас иду в магазин Через магазин Магазин Через магазин Обедать потом будем И что еще Ну и Как обычно День проведем Там за работой За ответами На ваши комментарии Где там Эти Журнал нужно вести И ведем мы его Посещение наших блогов Ну все там Расскажу уже дома Там очень интересно Кстати Когда я начал вести Этот скажем Журнал для себя Вот То Там интересная Такая схема Получается Видно как прямо Люди смотрят Прямо круто Все покажу Вот эта контора Сзади меня Которая вот Мясницкий Мясницкий Ряд что ли Он называется Да Я здесь сейчас Ничего не беру И вам не советую Все зависит Конечно В первую очередь От продавца И от честности его Но Иногда Я в этот магазин Заходил До поры До времени И вам Не советую Этого делать По крайней мере Присмотреться Если вы В миссисском ряду Что-то берете В таких небольших Магазинчиках То присмотритесь Какая история Произошла Я как-то поутру Прихожу сюда В магазин Во вкус Вел И смотрю Там Эта тетка Ведро У нее Такое Знаете Как из-под селедки Такое Пластиковое Белое Или под сметаной Из большой Не знаю Из-под чего И она Там Колбасу Просто В ведре Тряпками Моет Там Вода Как будто Там Мело Развели И она Там Эту Колбасу Намывает Я просто Охренел Больше Я в этот Магазин Не захожу И вам Не советую Либо Присмотритесь К нему Это он Просто Сейчас Решил Сказать Потому что Иногда Хочется Это Сказать Но Просто Нет 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 возможности Забываешь об этом Сейчас Как раз Вам Рассказал Так Не надо Магнит Зайти Кое-что Здесь Купить Дома Уже Анжеликин Вот Подарок Сейчас Буду Распаковывать Смотреть Что там Естественно Вам Пока Показывать Не буду Про что Хотел сказать Пакет Знали Ли Вы Что На почте Россия Теперь Выдают Бесплатно Пакеты Если Вы Попросите Я говорю Есть Продажи Пакет Она говорит Нет Продажи Нет Просто Так Я Вам Сейчас Дам Оказывается У них Выдаются Пакеты По требованию Бесплатно Представляете Спасибо За бесплатный Пакет От почты России Идет Пятерочку Вышли На улицу Чуть Чуть Пройди Это Не реклама Это Не реклама Ждал Хотел Во время Солнца Прогулять По улице Уже Солнышко Садится Он Только Выперся А вот Говорят Пожарные Не курят Пожарники Интересно При таких Форумах Как он Спасать Людей Будет ГТО Или Как это ГТА Как это Паша Называется Но нормы Нормы Когда сдают Как это Паша Называется Я забыл ГТО Как он Сдает ГТО Я кстати Когда Давно Мы переехали В Москву И я Не хотел Связывать Свою жизнь С творчеством А хотел В полицию Да Хотел Идти в полицию В полицию Кстати я пошел бы Следственный комитет Работать Я бы тоже пошел Я бы что-нибудь такое Пошел Может мне пойти Переучиться Интересно На наследователя Ну не на следователя На прокурора Да На прокурора Ну можно же Можно же начать С низов Можно же Например Пойти А что это не с низов Ты просто Иди в прокуратуру И сказать Я хочу быть начальником Я хочу быть Машей Швецовой Да Я смотрел Я смотрел сериал Тайм следствия Я всех знаю Я всех знаю Как преследовать Знаю Все знаю И знаю Как расследовать И знаю Как преследовать Да Мне скажи только Нужен Курочкин И этот Котлованов Или кто он там Курочкин И Леонид Николаевич Да Мне там Вообще Мне всех Выпишите сюда Это как про Санта-Барбару Да Было В этом Я все рассказывал Господи Как он В городке Сидят они Там Значит Один Женщина Переодетая И Как бы У них спрашивают А почему Вы именно Санта-Барбару Решили переехать Почему Ни в Нью-Джерси Ни в Вирджинию Там еще куда Почему Насанта-Барбару Ну потому что Я там всех знаю Ну вот так же Да Я всех знаю И вот Давайте я буду работать Нет Я хотел Хотел Про ГТО Я про что Хотел пойти Учиться На Вагон Вожатого В метро Помимо того Что раньше Нужно было Чтобы строго Ты отслужил В армии Не знаю Что это Это дает Это вот Ну человек Отслужил в армии Что это дает То есть Да Помимо того Что Армия Так еще Там что-то Еще какие-то Были причины А там Значит Нужно было Этот Что Ну вот Не ГТО Знать А именно Что Здоровый Ты должен быть В общем Пройти медкомиссию Что там Вообще К тебе Ничего нельзя Было Привязаться И естественно Что там Было написано Почему Нужны Здоровые Типа Эти Вагона Вожат Или Машинист Электропоезда Для того Чтобы Если вдруг Что-то Мог оказать Какую-то Первую помощь Там Значит Вот Бежать По Вагону От первого Там В конец Вот Я сейчас Представлю И там Сейчас Такие Толстопузы Работают Вот Посмотришь И Вот Этот же Тоже Должен Как-то Из пожара Люди Доставать Ну то есть Как бы Административная Должность Хорошо Так он Видимо Поэтому На стуле Сидит Стул Проглотил И он У него Сзади Выдвигается Когда Нужно Посидеть Вот Он Раз Сразу Натушился Раз Табуретка Выпала Как Этот Как геморрой Потом Раз Втянул Табуретка Зашла Обратно Ой блин Ну короче Это очень смешно Когда ты встречаешь Реально Посмотришь В Италии Какие Полицейские Как девки говорят Хочется сразу отдаться А у нас Посмотришь Ну вот В баскетбол Если только В волейбол играть Не знаю В бомбинтон У кого какой шар Только под Под грудью А бывает еще и грудь такая Знаете как в боулинг Можно играть Три шара Сразу с собой носят По размеру Да При каких Что При каких обстоятельствах Ну быстрее У меня же рука При каких обстоятельствах Девки говорят Что хотят отдаться Итальянскому Да хотя ж Мои знакомые Проститутки Мы в сауне Раньше в фирме Отдыхали А сейчас Ты что думаешь А на сколько Хореографов Это было Девок Которые Не могли Найти себе Работу А потом Шли в проститутки Никак не могу Дойти до кухни Ой до кухни Никак не могу Дойти До Компьютера Чтобы Показать Журнал Посещаем Уже Красивые цветы Девочки Еще раз У вас 8 марта Мы Неправильно Давай Говорили Хочу приготовить Ребята Еще раз Запеканку Грушевую Но к сожалению Нет прямоугольных Вот таких Ходформ Вот таких Я купил Спасши Сейчас Вот такие Поэтому Сейчас Делают Творожную Запеканку Быстро Но уже Вам Это Показывать Буду В телеграм Канале Девчонки Очень Многие Посмотрели Рецепт Себе Записали Сделали Я понял Что Всем Очень Понравилось Поэтому Я повторяю Свой рецепт Только Чуть Побольше Груши Купил Чтобы Было Начинки Побольше И В чем Я Прижарки Она У вас Не Развалится Усмотрю Летний Кубок Вн 2007 Не знаю Будет Смешно Либо Нет Переключу Немножко Александра Васильевича Маслякова Старшего Про Поводу Еще Хотел Подсказать Запеканка Грушевая Кому Нравится У меня На Девятке Я Как Сюда Масло Добавил У меня Была Девятка Полная Мощь Потом У меня Чуть Оно Скажем Обжарилась В масле Я Сразу Залил Сюда Кипятка Где-то Вот Так Вот И Это У меня Ну Как Вот Чтоб Груши Покрыли И Все Это У меня Девятки И Сейчас Видите У меня Уже Практически Влаги Нет Видите Но Я Все Равно Еще Вы Париваю До Последнего Потому Что В Груши Может Оставаться Влага И Чтобы Этого Не Было Потом Жидкость Творог У меня Уже Вот Готов И Противень Я В старом Сначала Сделаю На ужин Из кабачки Лодочки Сейчас Будем Кушать Поздно Что И Тут Всем Занялся И Тему Другим И Пятым И Десятым И Запеканкой И Кабачками Все В духовке Духовка Была Больше То Можно Было Конечно Побыстрее Время Чуть Девять Часов Сейчас Будем Садиться Только Ужинать Вот Что Такой Влог Сегодня Кишмиш Подбежайтесь Вот Не знаю Что Завтра Снимать 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 Либо Здесь Либо Нет Кто С нами Часто Чаще Видится Подписывайтесь Телеграм Канал Вот Если Кто Нет Ну Тогда Здесь Ожидайте Вот Ну Все Всем Пока До Встреч Еще Раз Всех Девчонок С 8 Марта Пока Пока